доброе утро ребятам так посмотрите ботокс мы уже окончательно взялся сейчас я подниму брови вверх все каждый раз и вот сколько уже даю его колю на каждый раз не это удивляет смотрите только вот тут какая-то мышца чуть-чуть работает здесь вообще нет находится почти не получается аж тяжело и кстати немного закололи у глазок на вина мне сделала я их ну редко колю потому что но мне не нравится когда я смеюсь а тут заколота да но иногда для профилактики чтобы вот эти морщины не сильно углубляли чтобы можно было иногда чтобы они отдыхал отдыхали кожа отдыхала и не делала мне заломов вот буквально эти чуть-чуть а так у меня уже прям так как у меня подвижная мимика и я много смеюсь вот проснулись рано я не знаю как соня вот когда у меня родители или она у них она очень рано встает вчера она встала в полдесятого сегодня в пол восьмого как бы два часа разница сейчас я просто буду монтировать вложек купила кстати только что билеты кое-куда ну не не будет пускать здесь но это не концерт это что-то другое как думаете что это покажите что читаете вот так вот мама вообще другую книгу выбрала я захожу в зал сидит с иллюстрированным а так следующую мама выбрала брокки химии кого ну ты же не взяла с собой не с собой нет я смонтировала целых два влога позавтракала выпила чашку кофе эспрессо и сейчас приведу себя в порядок схожу в душик и мы с мамой выдвигаемся соня уже вложила спать на дневной сон они уже это я воду так пила они уже с дедом погуляли там сегодня солнечно ну прям прохладненько да план таков привести себя в порядок и поедем внешний магазин а а Смотрите, как красиво, да, книги для девочек всякие, а для мальчиков, крупный шрифт, ага, ну да, и знакомые персонажи, ага, да вот, смотрите, какие прикольные, прям хочется, эх, телевизоры клёбаные, Соне бы понравилось, розовая, ты розовая, самое важное для каждой девочки, большая книга для девочек, ой, какая милая, посмотри, мама, а ну по лесной, красивая такая, да, посмотри, какая классная, сколько можно, да, копаться в ней, прикольная, Класс, очень красивая Волшебный мир, какие книжки прикольные, как стать принцессой или советы врединам, ой, класс, как красивая, я прям не могу Смотрите, ребят, какие вот эти книжки, это уже на постарше, они такие приятные, очень мягкие И вот это, например, Пушкин, и сердце бьётся в упоение, стихи, да, есть, например, вот эта прикольная тройка с ним, смотрите, какая красивая Вот просто реально красивая, мне нравится, что они такие мягкие, кажется, кто-то в твёрдой, да, в твёрдой, да, в твёрдой, да, в твёрдой, прикольной Посмотри, как их много, да, а есть там, нет, вот эта твёрдая, и кажется, что они в твёрдой Куприн, белый пудель Посмотри, как их тут много разный Робинзон Гуд Робин Гуд, думаю, что-то не, что-то, да, совместило Класс Столько тут всего показано Сейчас, секунду Смотрите Оп, оп Такая прикольная книжка вообще, шести лет Тут столько всего, просто Очень офигенское Всё двигается, всё куда-то выкручивается Смотрите Кольчики ставятся Вообще просто офигенское Смотрите, мускулы растут На потом возьму Всё что-то выдвигается Вообще, конечно Оп, и вы Всякие штуки просто офигенно Тут что у нас Глаз как устроен Всё-всё-всё Потом ещё есть Типа линейки Ну, измерять рост И вот эти штуки Для игры дальше там, где расставлять Очень классные Ещё мне понравились Вот кому надо Запомните Нам ещё рано Потом обязательно возьмём И вот такие классные книги Вот эти вот волшебные окошки Как устроена, да, тут техника Планета Земля Наша планета Водный мир Динозавры Откуда берутся дети Или вот мое тело, да И тут на каждой странице Куча разных открывашек Посмотрите Изучать, да Вот всё это всё открывается Мне кажется, очень вот так Смотри, почему ты пукаешь? Мне кажется, так будет гораздо интереснее изучать своё тело Супер книжки Вот эти В общем, я понравились Тоже Но попозже Надо запомнить Мама, как тебе тут? Обалденно Обалденно Я где жила Ну, мама хочет тут работать Ну, они хороши, видишь, вот Они разных есть Зданий Да А вот они, да? Вот они А где седьмая, какой не хватает? Не помню, седьмая Тайно Нет, тоже есть Раз, два, три, четыре, пять Тут тоже шесть Может шесть Но всё-таки вряд ли бы они одну не доложили Субтитры сделал DimaTorzok Играет музыка Девушки —ße FUCK Мечres секунду С propre музыкой Тают Не, оно же Девушки тест Девушки Всихай Захова Захова Отплата Зд здограц Отплата Захова Пр Производ Тихо Ты spacер Захова 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 мы вернулись домой мы пробыли в книжном три с половиной часа я только 15 евро за парковку заплатила себе взяли по одной-две книжки остальное все sony по набрали там тоже не то чтобы много но просто но мама получила удовольствие тоже три с половиной часа это надо же такое образить ну очень классно стоять что этих полочках искать листать перелистывать выискивать короче три с половиной часа провели в магазине с русскими книгами потом заехали в узбекское кафе взяли узбекской еды там играла узбекская музыка рядом стояли люди говорили на русском то есть ну тоже с разных стран все там поназаказывали я могу так стою говорю в германии живем ни с чем немецкий мы сегодня не соприкасались вот попозже я вам покажу что мы купили и еще там у меня посылочки ждут распаковочки в общем но сейчас а плова не было плов и не готовить плов готовит реально парниша с узбекистана с ташкента и он причем специально обучался как готовить плов именно с таких больших казан казана хотя они не так и прям большие потому что приготовить плов одному или готовить плов на огромную араву это две разные вещи и вот люди которые готовят например в ташкенте в огромных казанах там на 100 200 300 человек им нужно они специально обучаются потому что там немножко другой процесс и они готовят значит плов там в 12 в 3 и в 6 и разбирается и так они сказали за полчаса час мы приехали в 7 и плова уже не было оставалось две две последние порции которые до нас забрали так было обидно поэтому у нас на ужин только самса и манты манты или манты с говядины это самса с бараниной и там еще с тыквой и вот такие аджики нам положили так сейчас будем смотреть вот так отойди что же мы там купили для sony ну это карточки да давай покажем на камеру вот такие карточки они там просто тени и ребенок должен ставить настоящую картинку как бы ничего тяжелого хотя написано от трех лет но будет просто чем-то заняться место мультиков я хочу сократить мультики надо угадать смотри сколько хрюха 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 вот правило здесь потом надо будет почитать разноцветные карточки я тут линге и осмотреть это два аиста будет наблюдать за тобой Мама, это Ой, вот такие тут разные карточки Надо сообразить, если тут логика Ну-ка, бабулька Мама Здесь разные игры А, это, наверное, смотри А, вот, смотри, вот это Есть то, есть сложи пазл Есть найди точно такую же картинку А, все, поняла Есть найди, что еще Все, поняла, вот я хотела вот эту самую, которая Вот, смотри Теперь ты должна искать Вот этих животных Кто же это отгадать? Это кто? Хрюха Хрюха? Да Все, откладываешь Теперь ищи, какие тебе тут животные надо отгадывать Барашек? Овечка? Да Ну, вот ищи, кто это, как ты думаешь? Лошадка Вот Молодец А, это корова Корова О, их, видишь, по две А, это для мэмори, поэтому по две Ура, я великое Да, молодец Давай дальше Желтая карточка? Берешь желтые Давай Это Это акула Точно Это кит Правильно Правильно Это кук О, это ладники Это миша Миша Ух ты, как ты сразу узнала Это вок Вок Правильно Шальчик Шальчик это Мой любимый шальчик Это шальчик Это лиса Лиса Молодец Дай пять Молодец Мой любимый шальчик Да Теперь Это какие карточки нужно взять? Синие Синие Правильно Лисоние Нет Это там не будет таких животных Вот Птицы всякие Это вот Ну-ка Вот Нет Посмотри внимательно Нет Это вот Кто это? Айс 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 Называется Угу Да, можешь положить, да А это кто? Петух Правильно Петух Только это, по-моему, вот Нет А, это вот Можно положить Можно положить, да Это поли Кто это? Попугай Попугай А, бубай Это сова Сова Правильно Молодец А теперь знаешь, что еще можно сделать? Смотри По одной карточке Две переворачиваешь? Одинаковые? Нет Значит, переворачиваешь обратно Должно две одинаковые открыть Не знаю Не знаю Ух ты Все Выбираешь Давай дальше Нет Ух ты Молодец А это просто, видимо, чтобы наблюдала Смотрим дальше, Соня Эту Соня уже видела Миша Тима Тома Такая вот 3D Можно просто перед сном Она 3D В принципе любит Не знаю Как она Смотрела ее Или быстро пролистала Ну, первая Так Далее Я вообще-то ехала Я вообще-то ехала за мышонком Тим Но взяла только одну Что-то мне не понравились там серии Надо в интернете посмотреть Да Еще Тим Это Тим не хочет есть Да? Да Будем читать перед сном Далее Вот такая мне понравилась Сладких снов малыш Зайчик мой любимый Зайчик мой любимый, кстати, да Тут мне понравилось Что она довольно-таки толстая И тут много всего И немного текста То есть вот перед сном Вот такие самые то читать Я люблю, когда просто картинки И немного текста Да, кстати Чтобы она Да, чтобы она не отвлекалась Потому что когда на полстраницы текста Она вообще не слушает Поэтому вот это самое то И вот такая офигенская штука Листы, шаблоны для творчества Мне так понравилось Значит, вот как пример Вот тут пример Например Вот тут пример, например Под пол И дальше написано, чем можно рисовать Вот тут просто, по-моему, пальца Да, рисование пальчиком Тут взрослый показывает пример Как это делать А на следующей странице Тише, Соня Не кричи А на следующей странице То же самое делает ребенок И там куча всего Вот здесь, например Отпечаток ручки Можно делать И получается жираф Динозавр Например, да Опять, там вы показываете пример Тут ребенок делает Здесь Клеите ватные диски Да И вот тут куча всего Столько страниц Где-то вы пластилином делаете Где-то семечки клеите И тут описывается Что нужно для этого Вот рисование пальчиком Красные и зеленые салфетки Соня Тише Салфеток Вот такие разные поделки В общем, класс Вот такая Тоже с карточками Короче, там Типа отгадываешь Кто спрятался Вот, например, за сеном И ребенок отгадывает И потом ты вот такую прозрачную Сверху кладешь И вот корова уже на первом фоне Не знаю, если понятно объяснила Где ножницы? Письмо, смотрите Смотри, Соня, тебе письмо От жирафа Что там написано? А что тут жираф тебе написал? Нет Он пишет Привет, Соня Я очень люблю играть в лото Давай играть вместе А там? Давай Прочитаем письмо Давай играть вместе Вот тебе карточки Это жирафик тебе прислал Посмотри, какие интересные Еще один есть, папула Подумай Шнека К каким картинкам они подходят Вот эти карточки И она должна эти прозрачные сверху класть Да, ну-ка положи Подходит? Положи Наоборот Вот так, смотри Правильно, Шнека Айнешнеке 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 Алла Алла Положи Точно Хрюша спряталась? Да, Хрюша спряталась Просто заняться есть Вот Только правильно скажи бегемот. Отошла в спальню, потому что они там теперь играют в эти карточки, чтобы не было громко. Для себя взяла две, ну вообще три я выбрала, но третью мне мама купила на 8 марта. Она мне хотела другое, другие взять, московскую сагу из трёх томов, но мне не понравилось издание, оно какое-то было маленькое, такими серыми листами. И я говорю, ну вот, возьми мне какую-нибудь из этих трёх, я выбрала, и всё. Ну я вам потом покажу. Я взяла вот такую. Карин Боя Калокаин. Всемирное государство, совершенная империя будущего. Здесь для осуществления тотального контроля над людьми открыто ведётся наблюдение, а доносы являются долгом каждого порядочного гражданина. Химик Лео Каль, верный сторонник правящего режима. Он разрабатывает сыворотку правды Калокаин, которая способна раскрывать чувства и самые сокровенные мысли людей. Предатели будут которые заплачены один за другим. Очень скоро Лео начинает подозревать свою жену в измене и решает с помощью сыворотки узнать правду. Но разве не удивительно, что всё на свете, даже правда, теряет свою ценность, как только становится принудительным? Звучит мега интересно тоже. Всё, что появляется у меня в списке, это либо мне показалось, я смотрю много книжных блогеров, либо кто-то очень советовал, либо просто там рассказывали о прочитанном, и мне, например, если понравился сюжет, то я себе вписываю в список, и потом, когда я на сайте или магазине, то вот покупаю. Вот. И следующая книга тоже вот от этого издания. Мне, кстати, нравится. Во-первых, они недорогие. 5 евро, это 6,70. Во-вторых, симпатичные. В-третьих, очень удобные. Такие мягенькие. Мне прям нравятся. Значит, Марина и Сергей Дяченко. Витаност. Витаностра. Так. Философский трактат о взрослении и природе реальности. 16 литературных премий. Каждое невидимое зернышко в мерзлой земле показалось ей тенью большого, невыносимо огромного слова «жизнь». Вот это все, что стоит на аннотации. Сейчас покажу, что набрала мама. Мама себе взяла Дину Рубину. Она любит ее. У меня, кстати, тоже есть Дина Рубина. Одинокий пишущий человек. Книга про то, как пишутся книги. Но не только, но не только, вернее, совсем не про это. Как обычно, с лукавой смешкой, но и с обезоруживающей откровенностью Дина Рубина касается такого количества тем, что по неволе удивляешься, как эта книга могла все вместить. Что такое писатель? Откуда берутся эти странные люди? Детство, семья, наши страхи, наши ангелы-хранители, наши мечты, писательская правда и писательская ложь, его величество читатель, мистика и совпадение в литературе, писатель и огромный мир, который он создает, погружаясь в неизведанное, как сталкер. Наконец, смерть писателя, как вершина и победа всей его жизни. И, 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 вот это у меня. Тоже из моего списка, посмотрите, какая красивая, боже, какая уютная. Это книжный домик в Тоскане, Альба Донати. Роман, итальянский бестселлер. Устав от спешки и суеты большого города, издательница Альба Донати возвращается в родную деревушку в Тоскане. Я вообще мечтаю уехать в Тоскану на, не знаю, на месяц, куда-нибудь на винограднике, небольшой семейный отельчик и просто там лежать, наслаждаться природой, кибарисами, пить вино и читать книги. Значит, в родную деревушку в Тоскане, чтобы воплотить свою давнюю мечту, открыть книжный магазин. Казалось бы, в местечке с населением всего 180 человек, такое предприятие обречено на провал, но хозяйке книжного домика на холме удается совершить невозможное. Это трогательный личный дневник о жизни со всеми ее препятствиями и радостями, о книжных буднях магазинчика, затерянного среди живописных холмов Тосканы, о днях, наполненных теплом и книгами, которые меняют нас и навсегда связывают друг с другом. Мне кажется, это будет настолько атмосферное, но не буду зарекаться. У меня есть что-то похожее про книжный магазинчик в Париже. Шекспир Энко, как-то так. Тоже про его основания. Вот. Мама себе книги не покупала, потому что у нее, во-первых, нет места, у нее там уже все забито книгами, а для новых нет места, и она берет у меня, у меня куча тоже каких-то, которых она не читала, поэтому нет смысла ей покупать. Так, но для Сониных место она нашла. Попался, который кусался. Сказки. Для Сони она сказала, что для Сони хочет пополнить библиотеку у них дома, а то читает типа одно и то же, хотя тоже там немало детских книжек. Далее детское домино. У меня, кстати, в детстве было домино, я любила играть. Да. Ну, в общем, домино мы знаем, как играть. Потом вот такая же книга, как книга «Листы шаблоны для творчества», как я взяла, только такая же, только другая, да, но принцип тот же самый. Тоже там объясняется, как что делать, а потом вот всякими подручными средствами на следующей страничке это делается. Вот, кстати, зайчик с мыльными пузырями, интерес, отпечаток штампиком мыльные пузыри делать. Вон там, видите, показывается. Ну, интересные такие идеи, когда вы, знаете, не знаете, чем заняться с ребенком, играть, например, вам скучно без конца в какие-то детские игры, включать мультики тоже, ну, как бы не очень полезно, вот, хотя очень удобно. И вот сидите, открыли эту штуку и делаете. Мне кажется, очень круто. Рисование кисточкой прямых и волнистых линий, рисование пластилином, кайф. Так, далее тоже она взяла вот это вот с мультика «Оранжевая корова», тоже такой 3D. И... А ту одну она не взяла, которую я собирала взять. Она потом сказала, она возьмет, и не взяла. Блин, Анатоль. Ладно, будет повод съездить еще раз. Вот такой вот просто пазл. И вот такие 3... Что у нас? Рики-тики-тави? О, я любила это! «Сказки о животных» и «50 загадок» и «Стихов». Вот такие 3 княжуля. Яркие такие книжечки. Так, ну и все. Такой кайф. Не знаю, у меня такое настроение классное. Маме тоже понравилось. В следующий раз еще поедем. Так, давайте еще откроем, что мне тут пришло. Мне многие посоветовали, когда я показала, что у меня желтая подошва на этих... на кроссовках. Короче, что есть такие вот краски, которыми для обуви специально. Вот попробуем. Тут должна быть кисточка такая, губка. Типа можно покрасить, и будет как новенький. Отзывы были хорошие. Посмотрим, что еще. А, это я знаю. Это для Сони. Украшения тут. Бриллианты, так сказать. Корона, наконец-таки, будет. Как ее тут? Так, по-моему, как-то... Бабуля. Потом... Для феи. Палочка. Перчаточки. Май-вай-вай, посмотрите. И, конечно же, сережки с цепочкой, колечком. В общем, так же, как синяя, только тут еще с короной и перчатками. А так все то же самое. Она хотела розовая и синяя. Вот. Тут только без браслетика. И на цепочке поменьше. Колечко тоже, конечно же. Класс. Ну, что, вот эти вот так торчать будут? Они как-то... Там она как-то делала. И они вот так... Вот это не понятно. С одной стороны их много, с другой стороны их мало. Может, она сломалась? Может. Она сломалась. Это одна была. Вот так она была. Ну вот, да. Так похоже. Вон. Видишь, она сломанная. Надо приклеить. Она не будет держаться. Оно тут на таком... Ну, этим. Оно на таком этом натяжении, что оно сразу отклеится. Лентой. Так, ну не знаю. Это открывается тоже сегодня. А что это вообще такое? Что-то вообще не припомню. Стаканы для воды, так как мои, всё, можно выкинуть. Вот эта синяя штука начала со всех облезать. У меня же синие стаканы. Там как плёночка синяя. И она стала облезать. Одного вообще облезла. Наверное. Но они мне всё равно не нравятся, потому что они такие толстые были. Неудобно было пить. Я взяла самые простые. Ну, такие классические, да. Классические для виски. Обычные симпатичные стаканчики. Да, мне нравятся. Кристалль Галерия Италия. Отлично. У меня всё равно тех было 4 или 5 непонятные. Три маленьких, три высоких. А это вот 6 штук одинаковых. Так что я давно хотела сменить. Так что нормально. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»